Поистине хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах ведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварищей, и который превыше того, чтобы иметь равного или подобного себе. Также я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец, ответственный за его откровение. Его Господь отправил его в качестве милости для миров и довода для всех рабов. Посредством него Всевышний Аллах наставил на прямой путь из заблуждения, просветил после невежества, даровал многочисленность после малочисленности, обогатил после бедности и оставил нас на белом, чистом пути, чья ночь подобна дню, и собьется с него только гиблый. И да пребудет мир и благословение Аллаха над ним, над его благим семейством и благословенными сподвижниками до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. И да пребудет над ними всеми мир. А затем верующие братья. Вот паломники, делающие хадж к дому Всевышнего Аллаха, стекаются к совершению великих обрядов хаджа с самых отдаленных дорог. Как сказал Аллах, возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдаленных дорог. И Ибрагим мир ему возвестил им, и его голос довел до людей всезнающий владыка. И люди продолжают желать поехать туда и тоскуют по этому великому дому. Они приходят к нему в страхе и почитании. Вот мы сделали дом, каабу, пристанищем для людей и безопасным местом. Сделай же место Ибрагима местом поклонения. Мы слышим тальбию людей в мене, которая перемешивается с их такбирами, восхвалениями и прославлениями великого Господа. Все эти считанные дни, они часто произносят такбиры в сочетании с тальбией, словами «Вот я перед тобой, о Аллах», стоя перед всеведущим владыкой. Они поджидают хадж и его обрядов ради того, чтобы пойти на Арафат, в Муздалифу, бросить камешки и совершить обход вокруг древнего дома Каабы. Они премного поминают Всевышнего Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Поистине, обход вокруг Каабы, ритуальный бег между Сафой и Марвой и бросание камешков было установлено ради поминания Всевышнего Аллаха. Мы вместе с ними также поджидаем эти великие обряды хаджа. Мы ожидаем величайший день хаджа». Имам Ибн-Уль-Каим, да помилует его Всевышний Аллах, сказал «День жертвоприношения – это самый великий день перед Аллахом. Это величайший день хаджа. И это день объявления о непричастности к мушрикам». Он говорил о словах Всевышнего Аллаха, в день Великого Паломничества, то есть в день жертвоприношения. Аллах и его посланник объявят людям о том, что Аллах и его посланник отрекаются от многобожников, что Всевышний Аллах отрекается от них, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также отрекается от них и непричастен к ним. Поэтому, уважаемые братья, в день Великого Паломничества нам было предписано совершать обряды, посредством которых мы поклоняемся Всевышнему Аллаху и приближаемся к Нему. К ним относится то, чтобы человек резал жертвенное животное, удхию, желая стать ближе к Всевышнему Аллаху, и чтобы паломник приносил жертву, хадий, приближаясь к Всевышнему Аллаху. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, лучший хадж – это адж и садж. Аадж – это возвышение голоса стальбии, а садж – это пролитие крови, когда человек приносит жертву ради Всевышнего Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил нам своими словами и действиями, что эти жертвоприношения – сунна. Что касается слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он велел совершать жертвоприношение и сказал, будьте довольны этим. Поистине, жертвоприношение занимает место перед Всевышним Аллахом. То есть, будьте довольны, сколько бы усилий вы ни потратили, перед Всевышним Аллахом жертвоприношение занимает определенное место. Пророк, да благословит его Аллахи приветствует, принес в жертву двух рогатых баранов с белыми пятнами у глаз. Он, да благословит его Аллахи приветствует, сказал, когда зарезал первого из них, «О Аллах, это за меня, и за членов моей семьи». Про второго он сказал, «Это за тех из моей уммы, кто не сделал жертвоприношение». И это было из-за милосердия пророка, да благословит его Аллахи приветствует, к своей умме. Всевышний Аллах упомянул этот великий обряд жертвоприношения, Удхию. Гадий. Всевышний Аллах упомянул об этом в своей книге и счел жертвоприношение великим поклонением. Всевышний Аллах сказал, скажи, воистину мой намаз, мое жертвоприношение, нусуки, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху Господу миров, нет у него сотоварищей, это мне велено. Намаз это понятно, а слово нусук означает жертвоприношение. Всевышний Аллах упомянул жертвоприношение после намаза, указывая тем самым на то, что удхию режут после праздничного намаза. Всевышний Аллах также сказал, посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Праздничный намаз он поставил перед закалыванием жертвы. Человеку следует быть довольным, когда он совершает жертвоприношение и знать, что за потраченные деньги он получит награду. Ему будет записано вознаграждение и поднята его степень. Ему следует поклоняться Всевышнему Аллаху посредством этого. Возможно, у некоторых из нас иногда останавливается гость, и хозяину становится неудобно. Он идет и берет в долг, чтобы заколоть животное и накормить гостя этим мясом. Так что ты думаешь о том, что к тебе приходит столь великое время? Ты видишь, что люди проливают кровь, приближаясь к Всевышнему Аллаху. Тебе тем более следует стремиться к тому, чтобы принять участие в этом деле. При этом не следует нагружать на себя то, что ты не в силах будешь вынести. Всевышний Аллах установил эти обряды, закалывание животных. Всевышний Аллах установил эти обряды ради нескольких мудростей. Первая мудрость в том, о чем упомянул Всевышний Аллах в своей книге, когда сказал, «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха». То есть режьте жертвенных животных, гадий и удхию, но знайте, что их мясо не доходит до Аллаха, и что их кровь не доходит до Аллаха. Удивительно. Так что же доходит до тебя, Господь наш? Для чего мы режем этих животных? Он сказал, «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До него доходит лишь ваша богобоязненность. Так он подчинил их вам». Всевышний Аллах подчинил их нам при всей их силе, величественности и большом размере. Он подчинил их, и маленький мальчик может вести их на место их заклания. Потом придет мужчина и зарежет большое количество из них, и они не смогут ему сопротивляться. Аллах подчинил их нам. Всевышний Аллах сказал, «До него доходит лишь ваша богобоязненность». То есть, его достигает страх. Всевышнему Аллаху подходит страх и возвеличивание, которое побудило вас делать жертвоприношение, и любовь, которая побудила вас совершать этот обряд, пролить кровь и потратить ваше имущество, которое столь любимо вами. До Всевышнего Аллаха дойдет ваша любовь к Нему. Ваше возвеличивание Его, ваше милостыне и приближение к Нему – это то, что достигнет Его, когда Он увидит, как вы потратили ваши деньги ради того, чтобы приблизиться к Всевышнему Аллаху и возвеличить Его. Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам. Всевышний Аллах также установил эти жертвоприношения ради того, чтобы Его рабы поели мясо и чаще поминали его в ближайшие дни, в день праздника и в дни Ташрика. Как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует в хадисе, приведенном имамом-муслимом, дни Ташрика – это дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха. Пророк, да прибудет над ним мир и благословение Аллаха, также сказал в риваяте, который привел имам Ахмад в Муснаде. Кто постился их, пусть прекратит пост. То есть, кто постился в дни Ташрика, пусть разговеется. Имам Аль-Хафиз ибн Раджаб сказал в своей книге «Ла Таифу-ль-Маариф», объясняя смысл слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Дни Ташрика – это дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха. Так же, как мимо обитатели рая будут проходить дни, дуни, когда они отказывали себе во многих удовольствиях, чтобы найти полное удовольствие в Ахирате. Он сказал, так же Всевышний Аллах запретил своим рабам многие вещи в первые 10 дней. Человек не должен постригать волосы и ногти, если собирается делать жертвоприношение. Паломнику запрещено стричь волосы, ногти, приближаться к своей жене, свататься, женить или жениться. Ему запрещены эти разные вещи до тех пор, пока он не сделает жертвоприношение. Затем начинаются дни Ташрика. Паломник приносит жертву, он заходит в день праздника и дни Ташрика, и он будет подобен обитателям рая. Так же, как ранее им были запрещены некоторые вещи, они зашли в рай и получили полное наслаждение. Им будет сказано, ешьте и пейте вас здравие за то, что вы совершали в минувшие дни. Он сказал, так же и паломник, и человек, совершающий жертвоприношение. В течение 10 дней ему запрещено совершать различные вещи. Когда же наступает день праздника и последующие дни, эти дни становятся для него днями наслаждения, в которые запрещено держать уразу и велено есть, пить и наслаждаться, давая волю себе и своим детям. Затем Ибн Хаджар сказал, и пророк да пребудет над ним мир и благословение Аллаха здесь сказал, эти дни еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха, указывая на то, что посредством еды и питья рабам следует лишь больше поминать Аллаха и подчиняться Ему. Чтобы человек не становился сильнее за счет еды и питья, которые являются милостью Всевышнего Аллаха и щедростью и милосердием к нему. Чтобы он не становился сильнее за счет милости Всевышнего Аллаха, при этом начиная его ослушаться. Конец цитаты Ибн Хаджара. Это, уважаемые братья, те мудрости, ради которых Всевышний Аллах установил подобные жертвоприношения. И я скажу так, как сказал пророк да пребудет над ним мир и благословение Аллаха. Будьте довольны этим, будьте довольны этим. Даже если вы тратите на нее свое имущество. Уважаемые братья, надо знать, что некоторые люди могут стремиться к тому, чтобы резать животное за мертвых и забывают при этом о живых. Ты можешь видеть, как такой человек делает жертвоприношение за свою покойную мать или отца, деда, бабку. Он уделяет этому большое внимание. В его доме, возможно, будет три жертвенных животных или четыре, но он забывает порезать животное за себя и за своих детей. Это, несомненно, противоречит сунне. Жертвоприношение за умершего делится на две части. Или это жертвоприношение за умершего, который оставил денег. Он оставил вакф или наличные деньги и сказал, режьте за меня животное каждый год из этого имущества. Тогда ответственный за эти деньги будет обязан совершить это жертвоприношение, раз уж умерший оставил ему деньги. В этом случае ты или режешь за него жертвенное животное, исполняя тем самым его завещание, или же перепоручаешь его завещание тому, кто его исполнит. Это первый случай. Второе, если покойник не оставлял никаких денег, а просто сказал в завещании, делайте за меня жертвоприношение. В этом случае живому не обязательно исполнять это завещание, потому что мертвец не имеет права распоряжаться деньгами живого или заставлять его тратиться на него. Таким образом, он не обязан исполнять его волю. Но если живой сделает это ради Всевышнего Аллаха, выказывая тем самым почтение этому умершему, то в этом не будет ничего плохого. Также, если живому тяжело делать жертвоприношение за этого умершего, не будет ничего страшного в том, что он облегчит это для себя, а не усложнит, послав деньги на жертвоприношение через некоторые благотворительные организации за границу. И вместо того, чтобы потратить тысячу реалов, в этом случае он должен будет отдать всего 300 реалов или какую-то другую схожую сумму. Так ему не будет тяжело, и он сможет продолжать раздавать милостыню за умершего, потому что он чувствует, что не потратил много денег. Человеку следует стремиться к тому, чтобы зарезать это животное или зарезать самому, зарезать у себя дома или взять своих детей, чтобы они увидели, как происходит жертвоприношение. Чтобы оставался этот обряд, который будем помнить и мы, и наши дети. Чтобы на каждый праздник мы видели, что покупаем этого барана, затем идем с ним на бойню и дети спрашивают, что это, почему именно этот день в году, почему каждый год мы забиваем животное, чтобы таким образом этот обряд оставался и существовал. Когда же данный вопрос превращается в бумаги, которые посылаются в благотворительные организации, или как я читал в некоторых объявлениях, в которых говорилось, отправь сообщение на такой-то или такой-то номер, и мы обязуемся купить животное, зарезать его за тебя. И счет придет на твой телефон. Так человек в день праздника одной рукой трет глаза, а другой пишет это сообщение и отправляет его. Затем на телефон приходит счет, и он говорит, ей-богу, мы зарезали животное. Мы скажем, да, иншаллах, если та организация, к которой пришло это сообщение, достойна доверия, это значит, что ты сделал жертвоприношение, иншаллах. Но следует, чтобы этот обряд у нас продолжал свое существование. Чтобы человек брал своих детей, отправлялся на скотный базар, покупал барана, приводил его, и чтобы дети чувствовали, что у нас есть такой обряд. Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Закалывать жертву следует только после праздничного намаза. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто совершил жертвоприношение до намаза, пусть зарежет еще одного барана вместо того, что он уже зарезал. А кто еще не совершил жертвоприношение, пусть сделает это с именем Аллаха. То есть жертвоприношение должно произойти не до праздничного намаза, а после него. Также некоторые люди из тех, кто отправил деньги на жертвоприношение за границу, спрашивают, я не стриг волосы и ногти в эти дни, когда я могу уже постричь волосы и ногти? Ведь я не знаю, закололи ли они за меня жертвенное животное или нет. Я спросил по этому вопросу. Я спросил нашего шейха, да помилует его Всевышний Аллах Абдуллу и Бенджибрина. И он сказал мне, если человек отправил жертвоприношение за границу, ему следует удостовериться точно, когда они будут резать животное. Если он не может как-либо удостовериться, ему следует начинать укорачивать волосы и ногти только на второй день и с предосторожности. Потому что, возможно, тем людям надо будет резать очень много животных, и они не успеют зарезать всех за один день. И некоторых отложат на потом. Таким образом, тому человеку следует укорачивать волосы и ногти только на второй день, если только он не узнает точно, что они уже зарезали жертвенное животное в первый день праздника. День Арафа – это великий день, достоинство которого разъяснил нам Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Этот день обладает особым достоинством для паломников. В вечер дня Арафа спускается Всевышний Аллах. И нет более великого дня, когда Всевышний Аллах освобождает от огня большее количество людей, чем в день Арафа. Также шайтан не казался более жалким и униженным, чем в день Арафа, кроме как в день Бадра, когда он увидел, как нисходят ангелы. И день Арафа – это великий день, будь то для паломников, стоящих на горе Арафат, обращающихся к Аллаху с дуа, плачущих, направляющихся к Господу земли и небес. И также для других людей, из числа тех, у кого не получилось сделать хадж, хотя их сердца направлены к хаджу. Но им что-то помешало поехать на хадж. Необходимо знать величие этого дня, чтобы люди извлекали из него пользу, много читая дуа. И это касается как тех, кто стоит на Арафате и других людей. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, лучшая дуа – это дуа в день Арафа. Многие ученые упомянули, что выражение «лучшая дуа» в этом хадисе – общее. И касается оно и тех паломников, которые находятся в этот день на Арафате, и других, кто не на Арафате. Потому что пророк да пребудет над Днем Мира и Благословения не сказал «лучшая дуа для паломника» в день Арафа. Нет, он сказал это в общем и целом. Лучшая дуа – это дуа в день Арафа. Человеку нужно стремиться много делать дуа в этот день, даже если он не делает хадж. Затем пророк да пребудет над Днем Мира и Благословения Аллаха сказал «лучшая из того, что говорили я и пророки до меня». Некоторые салифы произносили эти слова по пять тысяч раз или восемь тысяч раз, как это передается в их жизнеописаниях. И эти слова – лучшие из того, что можно говорить, будто в этот день или в какой-то другой. Для того, кто не совершает хадж, суммно является держать уразу в этот день. Как разъяснил пророк да благословит его Аллах и приветствует, пост в день Арафа стирает грехи двух лет – прошлого и будущего. Поэтому человеку следует стремиться держать уразу в этот день. Если кто-то должен восполнять пропущенные дни Рамадана, то не будет ничего плохого, если он будет держать уразу в день Арафа с намерением поста в день Арафа. Даже если у него есть рамадановский долг, он может восполнить его потом. Ученые имеют два известных мнения по этому вопросу. И иншаллах, не будет ничего плохого в том, если он сделает это. Даже если он должен восполнять пропущенные дни обязательного поста, чтобы он не пропустил достоинство этого дня. Если мы скажем ему – восполняй пропущенные дни Рамадана в день Арафа, он не получит награду за пост дня Арафы, потому что он будет восполнять, а не поститься дополнительный день – нафиля. Человек должен стремиться к тому, чтобы поститься в этот день самому и заставить поститься своих детей и жену в этот день ради Всевышнего Аллаха. Мы просим Всевышнего Аллаха довести до нас благие периоды времени и сделать так, чтобы мы в них оказались из числа богобоязненных людей. На этом я заканчиваю и прошу великого Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у него прощения и кайтесь перед ним. Воистину он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его милость и благодарность ему за дарование ему успеха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, призывающий к его довольству, да благословит Аллах и приветствует его, его семью, друзей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам и их сунни вплоть до Судного дня. А затем верующие братья. Шариатские законоположения, связанные с праздником, известны. Но я коротко упомяну некоторые из них, чтобы напомнить для тех, кто забыл. Первое. Человек должен стремиться к тому, чтобы выйти на праздничный намаз вместе со всеми членами своей семьи, которые могут это сделать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел, чтобы все шли на праздничный намаз. И даже девушки на выданье выходили на праздничный намаз. Более того, он велел выходить даже женщинам в период их цикла, которые не могут совершать намаз и молиться во время менструации для них грех, так как в этот период им запрещено делать намаз. И такая женщина имеет шариатское оправдание для того, чтобы не идти на намаз. Вместе с этим пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел им выходить на место, где будет совершаться праздничный намаз. Но не находиться в самой молельне, а просто слушать хутбу имама и присутствовать на собрании мусульман. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, он приказывал выходить этим женщинам. Хотя они не должны были делать намаз. Но он приказывал им выходить ради того, чтобы они не пропустили собрание мусульман, мольбы и неспосылаемую милость. Так что ты скажешь о том, кто оставляет своих спящих детей дома и выходит сам, или оставляет жену, занятой приготовлением завтрака, кофе и чая для гостей, или еще кого-то, а сам выходит на намаз? Нет, по возможности ему следует взять с собой всех членов семьи, чтобы все они вышли, совершили праздничный намаз с мусульманами. Также человеку не следует до того, как он выходит на праздничный намаз, чтобы первым из того, что он поест, стало бы животное, которое он зарежет. Это если он будет делать жертвоприношение. Если же он не может его сделать, у него недостаточно денег для этого или за него уже будут делать жертвоприношение за границей, тогда не будет ничего плохого в том, что перед выходом он что-то съест, ведь он не может выполнить эту сунну. Но для того, кто будет делать жертвоприношение, сунна является, чтобы первое, что он попробует в день праздника, было мясо, зарезанного им животного. Также сунна является, чтобы человек выходил на праздничный намаз, громко произнося такбиры. Он читает такбиры, и когда идет в мечеть, и когда сидит в месте, где проводится намаз, ему следует надеть лучшую свою одежду, надушиться и умаститься благовониями. Заметно, что некоторые люди приходят на праздничный намаз в своей обычной одежде, а потом, когда выходят с намаза и собираются в гости к своим родственникам или друзьям, они надевают лучшую одежду и душатся, после чего выходят к ним. Они считают, что праздничный намаз – это поклонение, которое можно делать в любом виде, как получится. Так не следует себя вести. Также нужно надеть лучшую твою одежду, когда ты выходишь на праздничный намаз. Как сказал Аллах, облекайтесь в свои лучшие украшения при каждой мечети. Человек должен украшаться, душиться, надевать лучшую одежду, когда выходит на намаз. Также нам следует очищать сердца в этот благословенный праздник от зависти и вражды, и начинать ходить в гости и связываться с теми, против кого мы что-то имеем, еще до того, как начнем общаться с кем-то другим. В подобном поведении также будет содержаться приближение к Всевышнему Аллаху и поражение шайтана, который, возможно, научает нас поступить наоборот. Я прошу Всевышнего Аллаха вернуть нам подобные благословенные дни. Я прошу Аллаха увеличить для нас в них благие деяния, стереть наше прегрешение и поднять наши степени. О Аллах, сохрани паломников к Твоему заповедному дому. О Аллах, сохрани их по их прибытию в Мекку. О Аллах, если кто-то замыслит против них зло, обрати их козни на их же шеи. О сильный, о могущественный. О Аллах, защити их от всех бедствий. О обладатель величия и великодушия. О Аллах, сохрани их от пожаров. О Аллах, сохрани их от взрывов. О Аллах, сохрани их от любого вида нечестия. О Аллах, раскрой тайные мысли тех, кто хочет им зла. О сильный, о могущественный. О Аллах, опозорь их при людно, при свидетелях. О сильный, о могущественный. О тот, от которого ничто не скрыто. О Аллах, поистине они Твои гости. О Аллах, поистине они Твои гости. О Аллах, о обладатель величия и великодушия. Так прими их хорошо и сохрани их. О сильный, о могущественный. О Аллах, благослови Мухаммада и семейству Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейству Ибрагима, и не спасли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спасал ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима, воистину ты хвалимый славный. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек он от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.